Сырдарья На состояние реки оказывает большое влияние ирригационная система, так как воду из нее издавна использовали для орошения засушливых регионов, и в настоящее время насчитывается порядка 700 каналов, выводящих воду Сырдарьи в поля и промышленные районы. В своем среднем течении река образует многочисленные притоки, поэтому ее пойма низменная, местами заболоченная и заросшая камышом, тростником и тугайными лесами. Куда впадает река Сырдарья сейчас ответить довольно сложно, так как Аральского моря, где раньше заканчивался ее путь, практически не существует. Из-за пересыхания оно распалось на два маленьких водоема, а вода реки настолько активно используется для хозяйственных нужд, что объем стока в устье очень незначительный. Но официально считается, что впадает река в Малое Аральское море. Местность, где находится Сырдарья, отличается разнообразием климатических условий и природных ландшафтов. С незапамятных времен люди селились на берегах Сырдарья, используя ее воду для орошения полей. Здесь были не только самые плодородистые земли, но и проходил знаменитый Шелковый путь, пересекавшийся с караванными дорогами из Самарканда, Хивы и Бухары. В древнегреческих источниках эта река именуется Яксарт, что значит «джемчужная река». Также ее называли и тюркские племена, и народы Ирана. Даже в средневековых китайских хрониках можно встретить название Сырдарьи – Чэньчухэ, что в переводе означает «джемчужная река». Однако жемчуга в этой реке никогда не было. Древние названия Сырдарьи, вероятнее всего, отражают отношение к ней людей, проживавших в засушливой местности и превыше всего ценивших воду. Несмотря на кажущееся спокойствие и даже величавость, Сырдарья коварна и своенравна. И во время разлива, особенно в период таяния снега в горах, она может затапливать значительные территории. Поэтому еще в недалеком прошлом местные жители, чтобы за добрый дух жемчужной реки, приносили ей в жертву животное. На берегах Сырдарьи расположено много исторических памятников и достопримечательностей. Например, Худжанд, возраст которого более 2500 лет. Сыгнак, известный сейчас как город Сунак-Ата, разваленный города Атрара, который в средневековую эпоху был крупным центром. Но Атрар позже уничтожил один из сыновей Чингисхана, а город больше и не восстанавливался. Площадь бассейна Сырдарьи составляет более 200 тысяч километров. Объем воды в верхнем ее течении в основном зависит от многочисленных ручьев и речушек, питающихся талыми водами ледников. Крупные притоки Сырдарьи находятся в среднем течении. Это Келес, Черчик и Ангрен. Самый большой и полноводный из них Черчик. У Сырдарьи множество и более мелких притоков, таких как Канасай, Чадаксай, Хашимардан, Сох, Бугунь, Исфрамсай и прочие. Последний свой приток Арыс река принимают в нижнем течении, на границе с пустыней Кызылкумы. Сырдарья, река дающая жизнь, она в буквальном смысле слова поддерживает существование и благополучие огромного региона. И люди безостенчиво пользуются ее щедростью, не учитывая, что пополняется Сырдарья почти исключительно за счет дождей и таяния ледников. Если данное видео вам понравилось, будет не лишним поставить лайк и подписаться на канал. Радся буш и вам благодарен!